Всем привет мои дорогие и добро пожаловать на мой АСМР канал Сегодня будет видео о моих летних фаворитах лето конечно в самом разгаре но все мы понимаем что он уже заканчивается и я уже могу подвести итоги что же на самом деле мне доставляло радость этим летом это будут сумки украшения аксессуары и немного косметики и так начнем больше всего этим летом я носила вот эту сумку она куплена мной еще в апреле то есть я ее купила весной и проносила я ее все лето не только ее но но больше всего вы наверное подумали что это ботека венита потому как она в точности повторяет дизайн знаменитых сумок ботека венита но это не ботека венита но это не ботека венита это тоже известная марка вот так вот она называется понс квантана кой я не знаю как правильно произносить но я сняла эту бирку потому что она мне кажется не очень подходит к этой сумке не знаю какая то она как будто на чемодан надевается бирочка в общем в общем сумка действительно повторяет дизайн знаменитой марки я даже увидев в магазине ботека венита подобные сумки удивилась что они так прямо копируют с этой маркой я познакомилась в прошлом году на острове Минорка на острове Минорка в Испании это марка именно с острова Минорка и они делают плетеные из кожи вещи обувь сумки но тогда я была в их фирменном магазине и не смогла ничего выбрать потому что видимо уже все более-менее подходящие раскупили это было тоже летом но я запомнила эту марку потому что она мне понравилась и в этом году я поспешила заказать когда вышла их летняя коллекция вот такую вот оранжевую сумку были еще зеленые и желтые но зеленые разобрали сразу а оранжевую я ухватила наверное самую последнюю если я не ошибаюсь не знаю есть ли они сейчас на сайте может быть их уже раскупили и стоила она если я не ошибаюсь 280 евро сумкой я крайне довольна очень довольна она очень вместительная модная действительно кожаная смейка замечательная катается туда-сюда внутри даже есть кармашек с замочком всякие отделения ну вот действительно сумка классная оказалась очень практичная мне нравится ее можно носить как кроссбоди что я и делаю или просто на плече совсем недавно я обнаружила что ее еще можно носить вот так вот укоротив всего лишь носик обогнуть вот так вот ручки и она очень классно держится вот так вот просто как с ручками у меня сумка они никуда не сболзают на удивление в общем вот такая вот у меня удачная покупка рекомендую вам присмотреться к этой марке я еще хотела бы у нее что-то прикупить но может быть когда выйдут новые коллекции следующий мой такой удачный подарок во время путешествия самой себе это вот эта сумка которую я купила в Провансе в городе Авеньо я сюда прицепила уже свою ленточку от кучи и болензиаки я вам ее уже показывала это коллаборация кучи и болензиаки она оказалась очень кстати мне этим летом тоже один из моих фаворитов сейчас она у меня на корзинке я ее носила в волосах ее можно еще носить на руке как браслет и вот корзинка я думала что это будет такой вот декоративный элемент для фотографии или вообще но оказалось что это довольно такая удачная тоже покупка хоть эта корзинка и не выглядит так что она удобная или вместительная на самом деле она вмещает в себя немало всего то что нужно сюда помещается и вполне себе там прекрасно чувствует конечно здесь нет кармашков на замочке это плохо потому что кажется что все выпадает но у меня ничего не выпадало и и я в общем то очень так комфортно с ней себя чувствовала все время с тех пор я ее купила я ее сразу начала носить и я уже другую сумку там в провансе даже не брала мне как то было удобно именно с этой на удивление я думала она будет не очень удобная но вот оказалось такой вот удобный здесь широкий ремень который хорошо регулируется и мне в общем то нравится вот так она выглядит с обратной стороны фурнитура фурнитура довольно качественная эта сумка стоила где-то 90 евро я ее купила за 60 и вот эта вот кнопка застежка она довольно легко закрывается совпадает хорошо не надо прицеливаться так как в некоторых сумках ну вот на лето мне кажется идеальная корзинка для того чтобы поддержать такой летний легкий образ еще одна любимая летняя сумка которую я вам уже показывала когда я ее купила несколько лет назад пару лет назад точно не помню и давно собиралась вам рассказать о ней но вот сейчас пришло видимо время эта сумка на удивление оказалась очень удачной хотя когда я ее получила по почте они мне прислали я так даже не думала ее сначала оставлять потому что она мне показалась какой-то маленькой что ли но потом я ее все-таки оставила потому что я помню я ее купила на очень больших скидках в общем это тоже была такая покупка удачная к тому же здесь такая красивая такой красивый перелив розовый отлив белой сумки и эта меня подкупила но когда я начала ей пользоваться я поняла что это очень удобная сумка она во-первых крайне легкая она реально как пушинка и казалось бы она вроде как такая небольшая и такое вот дно круглое сюда ничего вроде как не поместится но на самом деле сюда помещается абсолютно все что нужно вот поверьте мне она вот ну вроде такая совсем ну вот у меня ладонь и эта сумка да не очень большая но здесь широкое дно к тому же здесь еще есть вот такой вот крайне удобный кармашек на смейке который тоже вмещает в себя все что нужно там у меня салфетки ну в общем портмоне или что там вам надо это вот здесь тоже может для карточек для парковки она легкая она нарядная она не обычной формы это фирма Вандлер кто не знает Вандлер она когда-то была очень модная и я даже подумывала купить себе еще одну такую сумку другую и побольше но как-то до сих пор не решаюсь не знаю не попадается мне на глаза может быть что-то подходящее но вот что хочу сказать что если вы думали купить такую сумку если вам нравится но вы сомневаетесь то попробуйте мне очень нравится здесь отстегиваются ремешки это такой вот ну это можно сказать люксовая сумка потому что цена у нее тоже там сейчас я не знаю наверное 700 евро может быть даже больше и отстегивается ручка если вам не надо ручка или не надо ремешок вы можете всегда отстегнуть и она великолепно смотрится необычно и так вот хотела вам отчитаться по этой сумке сказать какая она замечательная оказалась на самом деле и что это маленький размер мини и этого мини вполне достаточно вот если вот если вы не очень такая прямо сильно крупная женщина то вам она подойдет даже я крупная женщина и мне вот эта сумка она но я думаю что она достаточно этот менее не такой уж в общем влазит сюда все короче нравится определенный фаворит на лето белая сумка еще одна сумка которую вы тоже уже видели знаете это сумка айкнер я ее тоже ношу только летом как то так она такая пестрая мне очень нравится что здесь большое количество принтов и вот и полоска и сейчас такой модный леопард и вот эти вот такие орнаменты а еще я купила это ну уже пару лет назад но я вам не показывала это тоже айкнеровский такой вот брелок для сумок подвеска такая для сумок тоже я на распродаже купила и когда-то давно когда эти сумки продавались они их рекламировали вот вместе с этим брелком брелок надо покупать отдельно он стоил каких-то бешеных денег как ну как для брелка и я тогда не решилась его купить а потом нашла его на скидках там были разные цвета ну я выбрала этот ну мне нравится довольно такая сумка получается яркая притягивает взгляд но эта сумка она делает ваш образ то есть вы можете надеть обычную там белую рубашку белое платье без ничего там без каких-либо особых украшений просто взять эту сумку пойти сказать что эта сумка удобная я бы не сказала она такая твердая тяжелая ну не то чтобы сильно тяжелая но как ну так весистая она никак не гнется здесь очень красивая это ручка она вот такая золотая но она твердая ее удобно носить в руке как кростбади я ее тоже ношу но не так удобно но в общем сумка скорее такая как украшение несмотря на то что сумка вроде как и большая но помещается сюда мало она внутри тесная такая здесь все внимание сосредоточено на красоте очень нарядная следующий мой фаворит этого лета это чикабана платок это шелковый платок я точно не помню его размер но меньше чем 90 это точно точный размер я не помню просто не помню у меня много платков и я уже не помню это их знаменитый такой орнамент мотив средиземноморья по-моему он называется медитерана он мне уже очень давно нравится у меня уже несколько лет есть очки только чикабана в этом дизайне когда-то они выпускали такую коллекцию и я успела купить тогда только очки я не знаю что даже было в той коллекции потому что я обнаружила только эти очки в этом году они выпустили опять роскошную коллекцию с этим дизайном там совершенно потрясающие платья сарафаны блузки ну и платки и в этот раз я платочек успела прикупить но конечно платья сарафаны стоят бешеных денег там 3000 но они просто красивые мне очень нравится этот синий белый такой вот мотив прямо очень платком я довольна хотя я думаю что если бы он был подлиннее ну мне лично было бы удобнее но 90 на 90 были немного другое они там даже разные платки вот не только разные размеры а разные даже узоры вот к этим аксессуарам я подобрала сережки на мой взгляд весьма интересные которые узором внутрь как бы вогнуты и конечно же я надевала это все вместе не боясь того что даже будет чересчур потому что уж очень мне нравится этот весь комплект так так что вот так напишите как вам нравится фотографии где я вот с этим вот я наверное сейчас вставлю а так в инстаграме вы можете это все посмотреть еще хотела еще хотела сказать пару слов о сайте Толь Чикапана кому интересно в общем сайт намного лучше чем Толь Чикапана определенно косметика особых каких-то косметических открытий у меня нет но вот фаворитами определенно являются вот этот гидролат розовая розовая вода которую я купила в монастыре в Провансе я ее начала пользоваться еще там лето жара и вот освежиться розовой водичкой у нас прямо сегодня тоже такая жара стоит 38 градусов что для Германии очень много пользуюсь несколько раз в день нравится очень вы знаете что я пользуюсь розовой водой я вам уже рассказывала вместо тоника а еще тоже мне понравилась вот такая штука это от я ее не покупала мне ее прислали с какой-то рекламой что-то да такой вот подарок щедрый я не помню даже в начале лета что-то не помню даже для чего ну в общем как подарок мне ее прислали я сначала даже не поняла что это для чего это ну в общем вот такая тоже такой спрей для лица вот когда кстати очень экономно здесь такой дозатор вот я пользуюсь в зиму уже много здесь только одна треть использована пахнет сначала мне не нравился запах а потом я как-то привыкла и теперь мне нравится тоже мультипротектор в общем я с утра им прыскаюсь и вечером под крем на крем уходовый как угодно нравится в общем я вот конечно я вам в прошлом видео я показывала видео называется Чем пахнет прованс и я вам показывала тухие парфюмы которые я привезла из прованса но забыла показать что я привезла также лавандовое маслоэссенцию очень пахучая настоящая такая эссенция сноузшибательная и там у меня есть, они мне дали памятку для применения ну, множество там разных у нее способов применения но я добавляю в масло для лица, например массажное масло, любое и наслаждаюсь запахом прованса когда использую как масло, можно добавить в крем в чистом виде, конечно, ее не рекомендуют использовать, она довольно агрессивная а вот как аромат да, и вот это мое тоже фаворитное на это лето но думаю, что буду пользоваться им и зимой ее можно использовать в диффузор в диффузор вот свеча или вот эта вода которая греется свечой и распыляет ароматы ну, вот так вот ну, вот так вот это были все фавориты на сегодня, надеюсь, вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик комментируйте под видео посылайте видео своим друзьям распространяйте его пожалуйста, не ленитесь поставить лайк и что-то написать под видео потому что алгоритм ютуба именно на это и рассчитан чем больше мои видео буду смотреть тем больше у меня будет мотивация что-то снимать потому что именно это и по этому признаку я буду видеть что это кому-то надо ну и конечно ваши комментарии спасибо большое всем кто комментирует и отзывается приятно о моих видео желаю вам провести и остаток этого чудесного лета в приятных ароматах и с приятными вашими фаворитами всего вам доброго пока-пока